В Твери состоялся финал областного конкурса «Молодежный профсоюзный лидер-2022» имени Татьяны Смирновой. За звание лучшего боролись семь молодых участников, среди которых как студенты, так и уже работающие граждане. По каким критериям оценивались лидерские качества, узнал наш корреспондент. Конкурс «Молодежный профсоюзный лидер-2022» проходит в Твери в десятый раз. За звание лучшего в конкурсе боролись четыре студента политеха и три работника тверских предприятий. Целью конкурса является выявление инициативных и талантливых молодежных профсоюзных лидеров, привлечение их к активной профсоюзной деятельности и создание условий для их профессионального роста. Конкурс носит имя бывшего руководителя Молодежного совета Федерации Тверских профсоюзов Татьяны Смирновой, трагически погибшей в 2011 году. Номинации две – работающие и учащиеся. Компетентное жюри оценивало сразу несколько навыков. На основании представленного документа и положения раскрыть себя перед аудиторией. Соответствующее знание устава, соответствующее знание действующего законодательства, подтвердив это конкретными примерами из своей практики. Выбрать победителя было непросто, признается член жюри. Все участники проявили себя на высшем уровне. Победитель в номинации для работающих – экономист Наталья Полагута, лидер профсоюзного объединения вагоностроительного завода. Движение насчитывает около трех тысяч человек, и треть из них – молодежь. Для меня участие в этом конкурсе – это показать, что наша профсоюзная организация достаточно сильная. 105 лет исполнилось нашему профсоюзу. Он все равно остается молодым и активным, прогрессивным. Среди учащихся победительницей стала студентка политеха Ирина Григорьева. На ее плечах целый спектр задач – от социальных вопросов до рекламы. Главной в своей деятельности считает коммуникабельность. Открытость к каким-то изменениям, переменам, желание приносить что-то новое, экспериментировать и делать жизнь вокруг себя лучше и помогать также другим. Конкурс также нацелен на вовлечение в ряды профсоюзного движения как можно больше активной молодежи. Что касается нынешних победителей, то уже этой осенью они поборются за победу в рамках аналогичного конкурса, но уже на уровне ЦФО.